Расследование против Насирова уже назвали самым резонансным делом в борьбе с коррупцией. Но закончится ли оно судебным приговором? Вопрос открытый. Ведь пока что ни один из задержанных чиновников, обвиненных во взяточничестве, не сидит. К примеру, пока ничем не закончилось дело МЧСовцев Бочковского и Стоецкого. Подвисло и дело бриллиантовых прокуроров. Зависают без приговоров и громкие уголовные дела с политическим окрасом. Какие именно преступления без наказания в нашей справке? Он был готов пройти проверку на полиграфе и требовал справедливого расследования перед журналистами. А теперь старается отмолчаться. Народный депутат Сергей Пашинский до сих пор не понес наказание за свою стрельбу. Перед Новым годом глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороны так защищал свою личную безопасность, что выстрелил по безоружному человеку из наградного ГЛОКа. После чего путался в показаниях и не мог определиться, кто он, жертва или обвиняемый. И даже в суд подал, чтобы его признали потерпевшим. А правоохранительные органы фигуранту с мандатом подыгрывали. Не замечали важных улик и даже хотели раненого Вячеслава Химикуса объявить виновным. Сейчас в деле штиль. Следствие неспешно допрашивает свидетелей и не торопится передавать материалы в суд. Еще одно преступление пока без наказания – стрельба в Княжичах. На этой неделе генпрокурор заявил, что руководителям операции выдвинут обвинения в тяжких преступлениях. А это не предусматривает условный срок. Луценко обещал довести дело до суда. Но вот сядут ли виновные – это еще вопрос. Ведь дело в Княжичах, где в перестрелке погибли пять силовиков, в Министерстве внутренних дел очень плотно укутывали тайные следствия. Да и рассыпать в пыль даже самые крепкие обвинения в украинских судах умеют очень хорошо. Прошло уже полтора года. Никто не ответил за взрыв гранаты под парламентом. Тогда погибло четверо нацгвардейцев. Больше 150 людей получили повреждения. Само дело разделили на два производства – терроризм и массовые беспорядки. По первому делу задержаны двое – Игорь Гуменюк и Сергей Крайняк. Они в СИЗО. По второму делу подозреваемых 15. Все они члены партии «Свобода». И расследование происходит скандально и медленно. Суд до сих пор не приступил к рассмотрению дела по существу. Последнее заседание – 10 марта, в который раз перенесли на неопределенный срок. Никак не заканчивается приговором и дело о стрельбе в Мукачево. Боевик произошел в июле 15-го. А теперь это бесконечный судебный сериал. Бойцы правого сектора устроили перестрелку с охраной нардепа Михаила Ланьо. Трое людей погибли. Сейчас на скамье подсудимых 4 человека. Все из правого сектора. Им инкриминируют обвинения по 10 статьям. От хулиганки до терроризма. И за это светит пожизненный срок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА